Итак, если у вас есть Библия, можете открыть вместе со мной знакомое для вас место Священного Писания, в котором сокрыта тайна взаимоотношений человека с Богом и Его вечного предназначения. Евангелие Матфея, глава 5, стихи 45-48. «Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает Солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Проповедь, которую я хочу продолжить, так и называется «Призванные к совершенству». В связи со следованием пути, ведущим нас к совершенству, мы стали исследовать путь, ведущий нас к Богу, как к своему жениху в событии образа пути Ревеки к Исаку. И остановились на вещах серебряных, золотых и одеждах для невесты, которые подарил Елизер, домоправитель дома Аврамова, Ревеки, когда она дала согласие на брак с Исаком. Учитывая, что на иврите под словом «вещи» подразумеваются принадлежности для святилища, мы стали рассматривать в этих вещах принадлежности для святилища и остановились на главной вещи, ради которой и было устроено святилище. Это книга Завета, которая была положена по правую сторону ковчега. Рассмотрев ряд благословений, которые были адресованы 12 патриархам, стоящим во главе 12 колен сынов Израилевых, которые подводили итог всему написанному в данной книге, мы остановились на исследовании благословений, которые были положены на наш счет в имени Иосифа. Это записано во второзаконии 33.13.17. При условии, если мы верою, через искупительную кровь Христа Иисуса имеем причастие к благословениям Аврама. В благословениях, адресованных Иосифу в формате образов, которые являлись обетованиями и которые он наследовал в первородстве Христа Иисуса за перенесение напастей со Христом, мы обратили внимание на 9 образов. Это образ вожделенных даров неба, образ росы, образ даров бездны, лежащие внизу, образ вожделенных плодов от солнца и вожделенных произведений луны, образ превосходнейших произведений гор древних и вожделенных даров холмов вечных, образ вожделенных даров земли и образ благословений, явившегося в Терновом кусте. В определенном формате, насколько это позволил нам Бог и мера нашей веры, мы уже рассмотрели четыре образа, представленных Святым Духом в четырех иносказаниях и обрастановились на исследовании пятого иносказания – это образ вожделенных произведений Луны. Мы отметили, что все эти благословения являются образом плода нашего Духа, который мы признаны взрастить в почве нашего сердца и семени слова истины, полученного нами через наставление веры в содержании девяти обетований. А посему мы стали рассматривать все имеющиеся девять обетований, а в частности Солнце, Луну и все звезды света, как составляющую сути нашего человеческого естества. И в данном обетовании для нас важно было определить, какое назначение призван был выполнять образ вожделенных произведений Луны в наших взаимоотношениях с Богом, чтобы мы могли исполнить свое изначальное предназначение и облечься в совершенство, присущее нашему Небесному Отцу. И как мы с вами установили, предназначение вожделенных произведениях Луны – это право приносить Богу жертву хвалы. Псалом 148, 3. «Хвалите Его Солнце и Луна, хвалите Его все звезды света». При исследовании функций нашего Солнца и нашей Луны мы пришли к выводу, что образ нашего Солнца – это ум Христов в нашем духе, свидетельствующий о нашем совершенстве во Христе. А функции нашего Солнца – это полномочия ума Христова, которыми мы призваны управлять нашим днем в лице нашего нового человека. В то время как образ нашей Луны – это наше обновленное мышление, которое мы обновили духом своего ума. А функции нашей Луны – это полномочия нашего обновленного мышления, которым мы призваны управлять нашей ночью, обуславливающей нашу душу. Обновленное мышление – это результат того, что мы отложили прежний образ жизни ветхого человека, и сливающего в обольстительных похотях, и обновили свое мышление духом нашего ума, который является умом Христовым в нашем духе. Процедура устранения и упразднения власти ветхого человека определяется в потере своей души в смерти Христа, когда мы возненавидели мир, лежащий во зле, и умерли для него. Во-первых, в лице нашего народа, представляющего нашу национальность и нашу языческую оккультную культуру. Во-вторых, в лице нашего дома, в предмете его суетной жизни, обуславливающей наш неотразимый рок, переданы нам через греховное семя наших отцов. Так как именно это греховное семя сформировало наше ДНК, в котором была заложена генетическая программа нашей зависимости от греха, от болезней, от всякого рода разрушений и в конечном итоге от вечной смерти. И в-третьих, в лице нашей прежней жизни, содержащей в себе гибельные и расслевающие желания, противопоставленные и противоборствующие с желаниями Бога. И когда за счет потери своей души в смерти Господа Иисуса мы вновь обрели ее воскресение Иисуса Христа, то в этом новом качестве и достоинстве наша душа из Господина некогда, господствовавшего над нашим новым человеком, трансформировалась в его добровольного раба. Учитывая же, что наследовать вожделенные плоды Солнца и вожделенные произведения Луны мы можем не иначе, как только призывая Бога в приношении жертвы хвалы, мы в определенном формате уже исследовали, в чем выражались условия, дающие нам право призывать имя Господня в приношении Богу жертвы хвалы. И остановились на исследовании такого вопроса, по каким результатам следует судить, что мы в приношении жертвы хвалы действительно призываем имя Господне, как написано, и будет всякий, кто призовет имя Господне, спасется. «Ибо на горе Сионе и в Иерусалиме будет спасение, как сказал Господь, и у остальных, которых призовет Господь». Книга пророка Илья, глава 2, стих 32. Во-первых, из имеющегося смысла следует, что спасется только тот человек, кто через наставление в вере получит откровение и право, как в приношении жертвы хвалы следует призывать Бога. Во-вторых, из имеющегося смысла следует, что человек в приношении жертвы хвалы может призывать имя Господне только в том случае, когда Бог призовет его, или же когда Бог благоволит дать ему такую возможность. Исходя из такой концепции, человек, неспособный и неразумеющий, как следует в приношении жертвы хвалы призывать Бога, не может ни претендовать, ни рассчитывать на помощь Бога в спасении самого себя от зависимости греха и смерти, увлекающих его вечную погибель. А посему, пока мы находимся в состоянии младенчества, мы не сможем призывать Бога, так как душевный человек не разумеет и не принимает того, что исходит от Духа Божия. Но когда человек оставит младенчество, и семя Царства Небесного будет взращено в его сердце вплод Духа, который мы в данном случае рассматриваем в девяти обетованиях, положенных на наш счет в имени Иосифа, то такому человеку через наставление в вере будет дана право и способность в приношении жертвы хвалы призывать Бога. А посему роль человека, дающая ему право призывать Бога, состоит в том, чтобы он оставил младенчество. В то время как роль Бога состоит в том, чтобы взрастить насажденное в сердце человека семя Царства Небесного. Мы отметили, что существует кардинальное отличие в том, когда Бог призывает человека и когда человек призывает Бога. И это отличие состоит в том, когда Бог призывает человека, то глагол «призвал в устах Бога» по отношению к человеку обретает формат военной лексики и звучит как приказ и как повеление, неисполнение которого карается смертью. Вы знаете, что в любой армии неисполнение приказа во время военных действий карается смертью. Любое дезертирство во время войны карается смертью. Мы с вами находимся постоянно в состоянии войны. Наш дух постоянно противостоит нашей ветхой натуре. Исход 5.3. Они сказали фараону, Бог евреев призвал нас, Бог пришельцев, которые считают, что они пришельцы на этой земле, что земля их не родной дом, что они сограждане святым и свои Богу. Так называли Авраама. Он стал евреем. Они стали называть его евреем, то есть пришельцем в земле, которую Бог обещал дать ему. Они сказали ему, то есть фараону, Бог евреев призвал нас, отпусти нас в пустыню на три дня пути, принести жертву Господу Богу нашему, чтобы он не поразил нас язвою или мечом. Исход 5.3. То есть, если это призвание не будет выполнено, мы будем поражены. Итак, на еврите, когда Бог призывает человека, глагол призвал имеет такой смысл, призвать на военную службу, наделить правами ходатая, наделить правами исполнителя, присвоить воинское звание, наделить полномочиями чрезвычайного посла, снабдить средствами для выполнения задания, ознакомить с приказом высшего командования, невыполнение которого карается смертью. Вот таковы составляющие, когда Бог призывает человека. Когда же Бог повелевает человеку призывать его в приношении жертвы хвалы, то глагол призвал в устах человека по отношению к Богу переводится в таких смысловых фразах, как «приготовиться к встрече с Богом», «прийти или расположиться в указанном Богом месте», воздвигнуть в указанном Богом месте жертвенник, вознести на этом жертвеннике все сожигаемую жертву, то есть принести самого себя в жертву живую, святую, благоугодную Богу, приготовить сердце к слышанию Слова Божия, ожидать ответа с трепетом и страхом, охранять свой разум во время ожидания и сердца от хищных мыслей, быть готовым немедленно выполнять услышанное Слово. В совокупности эти составляющие содержатся во многих местах Писания, и вот одно из них. Псалом 49, 14, 15. «Принеси в жертву Богу хвалу и воздай Всевышнему обеты твои и призови меня в день скорби, я избавлю тебя, и ты прославишь меня». Положение, по которому следует судить, что мы действительно призываем Бога проявиться в принесении Богу плода святости. Римлянам 6, 22, 23. «Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная. Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашим». Из этих слов следует, что дар жизни вечной во Христе Иисусе – это наследие, которое определяется и может быть реализовано человеком не иначе, как только в приношении плода святости. А для этого вначале необходимо оставить свой народ, свой дом и свою прежнюю жизнь. Первое филосфалоникийцам 4, 6, 8. «Ибо призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости. Итак, непокорный, непокорен ни человеку, но Богу, который дал нам Духа своего Святого». Мы отметили, что от такой конкретной и разящей констатации интеллект плодского человека, обладающего определенным религиозным стажем, дающим ему повод думать о себе более, нежели должно думать, буквально всегда, как в прошлом, так и в настоящем, взрывался и взрывается негодованием. Ведь, по сути дела, в данном месте Писания, повеление Бога, в котором Он призывает нас являть плод святости, связано с покорностью человеку, которого избрал и поставил над нами Бог. И причина такой раздражительности и такого негодования резюмируется или кроется в том, что всякий плодской христианин с определенным религиозным стажем, во-первых, рассматривает себя абсолютно свободным и независимым от покорности какой-либо человеческой власти, во-вторых, полагает и считает, что обладает правом и способностью инспектировать слова и деяния всякой власти, в-третьих, полагает, что имеет право на свое собственное Евангелие или же на свой собственный подход к Евангелию Христову, на свое собственное толкование Евангелия, в котором он диктует свои условия и правила, на основании которых он будет являть покорность, которая на самом деле является нечестием, выраженным в его затропированной непокорности, выраженной в его собственном Евангелии. Почитать себя святым и не являть покорности человеку, которого поставил над нами Бог, это проявление волшебства и идолопоклонства, так как проявляя противление представителю, поставленной Богом власти, мы тем самым в своем лице сами дерзаем представлять для себя власть Бога. Святость – это поступок, основанный на повиновении тому слову веру, веры, которую мы восприняли от той власти, которая была воздвигнута Богом над нами, на его неукоснительных условиях. Слово веры, которому мы повинуемся, очерчивает границы святости в пределах нашего призвания. Человек, который отказывается являть плод святости в покорности слову человека, поставленному над ним Богом, трансформирует себя из сосуда милосердия в сосуд гнева. Сосуды милосердия – это люди, которые облекаются в достоинство рабов Господних, могущих являть плод святости. Римлянам 6, 22. «Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная». В статусе такого облагороженного рабства отсутствует собственное Евангелие или же собственное толкование, позволяющее являть непокорность поставленной Богом власти. В противном случае мы не имели бы права называться и быть рабами Господними, а оставались бы рабами собственного Евангелия, во главе которого стоял бы наш превратный и развращенный гордыней интеллект, за которым скрыто всегда стоит обыкновенный грех оккультизма. Плод святости – это результат, происходящий от того состояния и действия, в котором мы не только оказываем внешнее послушание или внешний вид послушания, но святим Господа Бога в сердцах наших, оказываем послушание внутри, в сердце. «Господа Бога святите в сердцах ваших, будьте всегда готовы всякому требующему у вас отчета, в вашем уповании, дать ответ скротостью и благоговением». Первое послание Петра, глава 3, стих 15. «Под всяким требующим у нас отчета в нашем уповании имеется в виду конкретный человек или же всякий человек, которого поставил над нами Бог. Без проявления поступков святости, выраженной в покорности тому, кого поставил над нами Бог, никто не увидит Господа». Евреям 12, 14. «Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа». «Иметь мир со всеми» означает не ссориться, не находиться во вражде, не враждовать, то есть иметь добрые отношения. При этом апостол Павел уточняет, что мы призваны иметь мир с категорией тех всех и святость при условии, если это будет возможно с нашей стороны. В противном случае, такой мир со всеми может обратиться для нас в разрушение мирных отношений с Богом. «Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми». Римлянам 12, 18. И причина, по которой следует исключить из категории всех определенных людей, с которыми у нас никогда не может быть никакого мира, заключается в том, что мир, который мы призваны соблюдать, может и должен соблюдаться исключительно в границах святости, обусловленные требованием Евангелия. Мир вне границ святости делает нас общниками скверны и нечистоты и таким образом разрушает наши отношения с Богом. Мы можем иметь мир только со всеми теми, с которыми может иметь мир Бог. А Бог имеет мир со всяким человеком только на условиях святости и только в границах святости. «Нет мира нечестивым», — говорит Бог мой, Исаия 57, 21. В Старом Завете Бог сказал народу Своему, «Враждуйтесь с мадинькинами». «Враждуйтесь с мадинькинами». То есть мы должны враждовать с теми людьми. Мадинькин — это потомки Лота. Это потомки Лота, благословенного Богом Лота. Но когда семя Лота извратила свои пути и стала склонять израильский народ, кидала поклонству, и тогда Бог сказал, «Враждуйтесь с мадинькинами». Потому что Валак царь Мавицкий пригласил Валама сына Виорова из Месопотамии, чтобы тот проклял Израиля. Тот пытался, пытался проклинать, но все время благословлял. И когда видит, что Бог благословляет, тогда он дал Валаку такой совет. «Пригласи народ к жертвам богов твоих и представь ему прекрасных женщин. Ты не сможешь победить этого народа, пока он не имеет греха. Но как только он впадет в грех и поклонится твоим богам, которым поклоняешься ты, и вступит в сексуальную связь с твоими женщинами, Бог отступит от них, и ты сможешь взять его голыми руками». За это Бог возненавидел мадинькин. Это нечестивые люди, которые находятся среди народа Божьего и которые улавливают в свою власть и в свою волю души. И Бог сказал о них, «Враждуйтесь с мадинькинами». Святость Это проявление нашей веры, выраженной в покорности всякому слову Бога. А посему люди, которые назывались братом, остаются в каком-либо грехе. С такими, по утверждению, апостола Павла, напротив, следует избегать всякого общения и сотрудничества, и разрыв отношений с такими людьми – это проявление святости. Число 20, 12. «И сказал Господь Моисею и Аарону, «За то, что вы не поверили мне, чтобы явить святость мою». Видите, непослушание Слову Божьему – это неверие, которое является отсутствием святости, непокорности. «За то, что вы не поверили мне, чтобы явить святость мою предочами сынов Израилевых, не введете вы народа сего в землю, которую я даю ему». Следует всегда иметь в виду, что каждый вид покорности существующей власти обладает собственными границами, а посему проявление покорности вне границ, означенных Богом, немедленно будет расцениваться как проявление непокорности. Святость Бога – это страж и исполнитель, сохраняющий Его правду в неизменном виде и дающий возможность исполнить эту правду в том виде, в котором она была представлена Богом, то есть в первозданном виде. Правда Бога – это законодательное производство, представляющего Бога как верховного законодателя, а святость Бога – это исполнительное производство, представляющего Бога как верховного судью и мстителя. А посему обличение в нового человека определяется иначе, как только результатами праведности, проявляющейся в святости истины. И облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. И в Христианам 2, 24, то есть 4, 24. Мы отметили, что всякий раз, когда Бог в своих отношениях заключает с человеком какие-то договоренности и в чем-то ему клянется, то он клянется человеку именно своей святостью. Однажды я поклялся святостью моей, солгу ли Давиду, Псалом 88, 36. А гарантией, подтверждающей и утверждающей обетование спасения в отношении наших детей, рожденных нами, является уже не святость Бога, а наша святость. То есть сработа нашей святости со святостью Бога. 1 Тимофея 2, 15. Впрочем, спасется через чадородие, в оригинале. Впрочем, спасется с рожденными ею детьми, а не посредством рождения детей, потому что детей рождают многие. В мусульмане тоже очень много детей рождают. И это не значит, что рождая детей мы будем спасаться, иначе зачем нам нужен Христос? В оригинале, впрочем, спасется с рожденными ею детьми, если пребудет в вере и любви и в святости с целомудрием. 1 Тимофея 2, 15. И, наконец, даже наказание, которое посылает нам Бог, как своим детям, также преследует одну цель, чтобы мы могли иметь участие с Ним в Его святости. Евреям 12, 10. Те наказывали нас по своему произволу для немногих дней, а сей для пользы, чтобы нам иметь участие в святости Его. В связи с этим мы стали исследовать один из результатов, по которому мы могли бы судить, что мы действительно призываем имя Бога, а не пытаемся навязать Ему свою волю в молитве. И таким результатом призвана являться наша причастность к благословениям Авраама и Сары, как родоначальникам нашей веры, которыми их соделал Бог. Исайя 51, 2. «Посмотрите на Авраама, отца вашего, и на Сару, родившую вас, ибо я призвал его одного, и благословил его, и размножил его». Мы отметили, что глагол «посмотрите», адресованный нам, как детям Авраама и Сары, представлен в данном пророчестве в повелевающей форме и имеет тот же смысл, что и глагол «призовите». На предыдущих служениях мы рассмотрели, как испытать себя на предмет причастности к корням Авраама и Сары и на их способность смотреть на невидимое так, чтобы называть несуществующее, как существующее. А также рассмотрели причины, по которым наше око может соделаться неспособным взирать на невидимое. Сегодня мы обратимся к целям, которые пребывают в невидимом измерении, на которые мы призваны смотреть, чтобы облечься в совершенство, присущее нашему Небесному Отцу. И будем помнить, что невидимые цели, на которые мы призваны смотреть, вечные, в то время как видимые цели – временные. Когда мы смотрим на видимые цели, они преобразовывают нас, выдало поклонников, и производят бесславие, позор и тление. Все то, на что мы смотрим, преобразовывает нас в свой образ. Мы это должны помнить. Когда же мы смотрим на невидимые цели, представленные законом благодати, они преобразовывают нас в поклонников Бога и производят в безмерном преизбытке вечную славу. 2 Коринянам 4, 16-18 «Посему мы не унываем, но если внешне наш человек и тлеет, то внутренне со дня на день обновляется. Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно». Итак, первым объектом нашей невидимой цели, на которую взирали Авраам и Сара, а также их потомки, а в частности Моисей, это взирать на наше воздаяние или же на нашу жатву. «И поношение Христово» речь идет об Моисее, потомке Авраама и Сары. «И поношение Христово почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища, ибо он взирал на воздаяние». Евреям 11, 26 «Однако, чтобы взирать на воздаяние в предмете взращенного в сердце плода, необходимо посеять себя в поношение Христово. Воздаянием, которое будет взращено из семени поношения Христово, будет плод Духа, обусловленный престолом Царства Небесного, который затмит собою все египетские сокровища». Луки 22, 28, 30 «Но вы прибыли со Мною в напастях Моих, и я завещеваю вам, как завещал мне Отец Мой Царство. Да идите и пьете за трапезой Моею в Царстве Моем, и сядете на престолах судить двенадцать колен Израилевых». И, конечно же, чтобы посеять себя в поношении Христово, необходимо иметь полную информацию о воздаянии, которым является престол Царства Небесного. В противном случае, как взирать на невидимый престол Царства Небесного, если у нас недостаточно будет информации, которая определяет характер этого престола, его функции и условия, необходимые для устроения этого престола или же для вхождения в наследие этого престола. Кстати, как только Иисус произнес эти слова, адресованные своим ученикам, а следовательно всем ученикам, которые будут рождаться в потомках святых. Он тут же обратился к Петру, которого поставил главою апостолов, а в лице его он обратился и ко всем тем, кто посеет себя в его напасти с такими словами. «И сказал Господь, Симон, Симон, все сатана просил тебя, просил, чтобы сеять вас, как пшеницу». Обратите внимание, он обращается к Симону, он просил, Симон, Симон, «Сатана просил, чтобы сеять вас». Обращается к одному, а говорит потом во множественном числе. Сатана просил, чтобы сеять не тебя одного, а всех вас, но обращается к Симону. «Сеять вас в мое поношение». «Сеять вас, как пшеницу». «Сеять вас в мое поношение». «Но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя, и ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих». Евангелуки 22, 31, 32. «Учитывая, что вера происходит от слышания Слова Божия, исходящего из уст Божиих, переданная или же передаваемая нам через посланников Бога, следует. Чем выше будет степень информации о Царстве Небесном, принимаемая нами через наставление веры, тем выше будет и степень нашей веры. При этом следует иметь в виду, что в степени принимаемой нами веры о Царстве Небесном мы поставлены в зависимость от степени веры того человека, которого поставил над нами Бог. Эта концепция или этот божественный порядок хорошо преиллюстрирован в этом формате речи, с которой Иисус обратился ко всем ученикам в лице Петра». Еще раз читаю эти слова. «Симон, Симон, сет сатана просил, чтобы сеять в вас ударение, в вас, как пшеницу. Но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя, и ты, некогда обратившись у твердебратьев твоих». Разумеется, что такой порядок несколько беспокоит нас, не правда ли? И у нас возникает вопрос, а справедлив ли этот порядок? Есть ли у нас право на независимость от человека, поставленного над нами Богом, у которого вера может оскудеть? Ведь если у человека, которого поставил над нами Бог, вера оскудеет, мы просто, исходя из порядка данной концепции, становимся и заложниками его, становимся заложниками скудости его веры. Однако, если мы внимательно вникнем в имеющееся пророчество, то мы увидим, что у нас нет никакой причины так мыслить и волноваться. Во-первых, потому что не человек, а Бог несет полную ответственность как за установленный им порядок, так и за человека, поставленного им. Во-вторых, Иисус уже совершил молитву, которая будет действовать пред лицом Божьим до скончания века, чтобы вера поставленного им человека не оскудела. В-третьих, вера может оскудеть только у такого человека, которого Бог не посылал, то есть у того, кто сам себя поставил, или у того, которого выбрали мы, чтобы он льстил нашему слуху. В-четвертых, наше недоверие человеку, которого поставил над нами Бог, это недоверие и противление Богу. Когда мы говорим, все люди могут ошибаться, но Бог несет ответственность за этого человека, а не мы. Все, что нам необходимо знать и усвоить, чтобы наша вера не оскудела, это какими достоинствами и функциями Писание наделяет престол Царства Небесного и какие условия необходимо выполнить нам, чтобы посеять самих себя, как пшеницу, посеять себя в поношении Христова. Без ясного ответа на эти два поставленные вопроса у нас не будет никакой возможности взирать на невидимое воздаяние в предмете престола Царства Небесного, а следовательно, не будет и никакой возможности наследовать жизнь вечную. Итак, вопрос первый. Какими достоинствами и функциями Писание наделяет престол Царства Небесного? Престол Царства Небесного содержит в себе совокупность всех достоинств и всех функций Царства Божия, которые, надеюсь, нам известны, но чтобы возбудить наш чистый смысл, я вкратце приведу как конкретные места Писания, так и комментарии к этим откровениям, которые обуславливают наше воздаяние в предмете престола Царства Божия. Римлянам 14, 17, 18. Царство Божие – не пища и питье, но праведность и мир, и радость во Святом Духе. Кто с ним служит Христу, тот угоден Богу и достоин одобрения от людей. Итак, мы видим три достоинства, которые обуславливают Царство Небесное. Итак, престол, на котором восседает Бог и который обуславливает Царство Божие, он идентифицирует себя в совокупности таких достоинств, как праведность, мир и радость во Святом Духе. Притом эти достоинства трансцендентные, и их следует не разбирать по словарям, в которых эти слова объясняются, потому что это трансцендентные достоинства. Они в Писании имеют совершенно другое свойство определения и назначения. Так праведность определяется, как повиновение вере Божией, в требованиях Бога, умереть для своего народа, своего дома и своих расслевающих желаний. Авраам поверил, то есть повиновался Господу, и он вменил ему это в праведность. Бытие 15, 6. Именно на таких же принципах повиновения Слову Божьему праведность определена Святым Духом и через Моисея. Второзаконие 6, 24, 25. «И заповедал нам Господь исполнять все постановления сии, чтобы мы боялись Господа Бога нашего, дабы хорошо было нам во все дни, дабы сохранить нашу жизнь, как и теперь». И всем будет наша праведность, если мы будем стараться исполнять все сии заповеди пред лицом Господа Бога нашего, которые Он заповедовал нам. А вот функции праведности, как составляющей сути Царства Небесного, определяется во всеобъемлющем освящении, преследующего цель тотального посвящения Богу, обусловленного исполнением всякого правосудия Божия. Мы должны посвятить себя на правосудие Божие, чтобы совершать правосудие Божие. В этом должно быть наше посвящение, и для этого мы должны освящаться. «Праведный дотворит правду еще, и святый доосвящается еще. Все гряду скоро, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его». Откровение 22, 11, 12. Второе достоинство, определяющее суть Царства Небесного или престола Царства Небесного, это мир. Мир, как составляющий суть Царства Небесного, определяется в милости Божией, явленной сосудом милосердия, вечном и непреложном завете мира, который обуславливается в плоде, взращенным человеком из семени слова о Царстве Небесном. Езекиилея 37, 26, 28. «И заключу с ними завет мира. Завет вечный будет с ними. И устрою их, и размножу их, и поставлю среди них святилище мое навеки». То есть, после заключения мира, который я заключу с ними, вот что будет с ними. «И будет у них жилище мое, и буду их Богом». Именно достоинство мира делает возможность поклонения Богу. «А они будут моим народом и узнают народы, что я Господь, освящающий Израиля, когда святилище мое будет среди них вовеки». То есть, именно заключение завета мира делает возможным общение Бога с человеком и человека с Богом. Исайя 54, 10. «Горы сдвинутся и холмы поколеблются, а милость моя не отступит от тебя, и завет мира моего не поколеблется, говорит милующий тебя Господь». Вот о каком мире идет речь. Иоанна 14, 27. Иисус обращается к Своим ученикам, и именно вот об этом мире Он говорит. «Мир оставляю вам, мир мой даю вам, не так, как мир дает. Я даю вам. Да не смущается сердце ваше, и да не устрашается». То есть, этот мир дан для того, чтобы наше сердце не смущалось и не устрашалось. Функции мира, как составляющие сути Царства Небесного, воспроизводят себя в страхе Господнем, который наделяет сынов мира способностью как благоговеть пред именем Бога, так и отвращать сынов мира от греха. Малахи 2, 5, 7. «Завет мой с ним был, завет жизни и мира, то есть сцелевием. И я дал его ему для страха, и он боялся меня и благоговел пред именем моим. Закон истины был в устах его, и неправды не обреталось на языке его. В мире и правде он ходил со мною и многих отвратил от греха. Ибо уста священника должны хранить ведение, и закона ищут от уст его, потому что он вестник Господа Саваофа». По этому поводу Христос сказал своим ученикам, которые стали священниками Нового Завета. Луки 10, 5, 6. Это также есть во всех других Евангелиях. «В какой дом войдете сперва? Говорите, мир, дому сему. И если будет там сын мира, то почиет на нем мир ваш, а если нет, то к вам возвратится. Как видите, мир только к сынам мира. Милосердие только к сосудам милосердия». Теперь следующее достоинство, определяющее престол Царства Небесного или же само Царство Небесное, это радость. Она является составляющей сути Царства Небесного и определяется в атмосфере Царства Небесного в формате плода Духа, взращенного Богом в доброй почве человеческого сердца и стемени Слова о Царстве Небесном. Первое, Параллипоминон 16, 27. «Слава и величие пред лицом Его, могущество и радость на святом месте Его». То есть, место Божие, где пребывает Бог, обязательно обуславливается присутствием радости, неземной, трансцендентной радости. И вот откуда может произойти эта радость. Это не та радость, которой мы просто радуемся, когда хорошая погода, когда у нас все хорошо, когда ничего не болит, когда все наши желания выполняются и когда мы получаем какие-то либо бонусы, когда мы, наконец, выходим замуж за желанного нами человека или женимся на желанной нами девушке. Абсолютно нет. Здесь вот говорится, что это за радость. Галатам 5, 22. «Плод же Духа, любовь, радость и другие составляющие мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание». Это плод, который мы призваны взрастить в нашем сердце. А вот функции радости призваны как обогащать нас надеждою, так и давать юридическое право славить Бога. Вот это неземная радость. Римлянам 15, 13. «Бог же надежды да исполнит вас всякой радости и мира в вере, дабы вы силою Духа Святого обогатились надеждою». И в подтверждение этой мысли, функции радости, еще одно место описания, хотя их очень много. Псалом 42, 4. «И подойду я к жертвеннику Божию, к Богу радости и веселья моего, и на гуслях буду славить тебя, Боже, Боже мой». Итак, вопрос второй. Какие условия необходимо выполнить, чтобы посеять себя в поначении Христова, чтобы наследовать невидимое воздаяние в достоинстве престола славы? Мы уже обусловили, что это такое. Иеремии 17, 12. «Престол славы, возвышенный от начала, есть место освящения нашего». Чтобы посеять себя в поношении Христова, необходимо принять человека, которого поставил над нами Бог. Матфея 10, 40, 41. «Кто принимает вас, принимает меня, а кто принимает меня, принимает пославшего меня. Кто принимает пророка во имя пророка, получит награду пророка». То есть речь идет о воздаянии, о награде. Чтобы ее получить, надо принять того, кого послал Бог. «И кто принимает праведника во имя праведника, получит награду праведника. И кто напоит одного из малых сих только чашу, чашую холодной воды, во имя ученика, истинно говорю вам, не потеряет награды своей». Матфея 10, 40, 41. «Человеком, которого ставит Бог, может быть только тот, кто посеял себя, как пшеницу, или же посеял себя в поношении Христова, и кто возлюбил правду и вознавидел беззаконие. Только такой человек может быть блюстителем душ или пасти овец Господа, не контролировать их, а пасти, показывать самою пример. Не обращаться с ними с пренебрежением, а с глубоким уважением и трепетом, как к детям небесного Отца». Матфея 10, 37, 39. «Кто любит отца или мать, более нежели меня, не достоин меня. И кто любит сына или дочь, более нежели меня, не достоин меня. И кто не берет креста своего и следует за мною, тот не достоин меня. Сберегший душу свою потеряет ее, а потерявший душу свою ради меня сбережет ее». Итак, мы видим, что человека, которого поставил Бог, это человек, который не имеет национальности, не имеет своего дома здесь, то есть не имеет родственников здесь, который полностью забыл себя, взял свой крест и следует за Иисусом, кто потерял свою душу. Только за таким человеком мы можем следовать. Евреям 1, 9. «Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, посему и помазал тебя, Божий Бог, твой елеем радости, боли и соучастников твоих». Человек, за которым мы должны следовать, это человек, который должен возлюбить правду и возненавидеть беззаконие. Это означает, что этот человек не будет толерантным, то есть не будет снисходить ко всякого рода извращениям святости истины. Он будет охранять границы святости и будет полагать душу свою за святость Бога и за овец. Это его предназначение и призвание, которому призвал ему Бог, а не на которое поставили ему люди. Это не наемник, который видит волка и сбегает. Тот, которого Бог поставил, когда видит волка, он идет вперед в стадо и бросается на этого волка и защищает собою стадо. Вторая невидимая цель, на которую мы призваны смотреть, чтобы облечься в совершенство, присущее нашему Богу, это смотреть на глухоту и на слепоту Вестника Господня, а в частности, на глухоту и слепоту нашего Господа Иисуса Христа. Исайя 42, 18-20. Слушайте глухие и смотрите слепые. То есть, для интеллекта это непонятно, как может глухой слушать и смотреть слепой. Куда смотреть? Кто так слеп, как раб мой, и глух, как вестник мой, мною посланный? Кто так слеп, как возлюбленный, так слеп, как раб Господа? Ты видел многое, но не замечал. Уши были открыты, но не слышал. Разумеется, встает вопрос, как глухие могут услышать слова, исходящие из четвертого измерения, и как слепые могут видеть невидимые вещи в духовном мире. Я полагаю, что вы вместе со мной начинаете прозревать, что речь идет не об обыкновенной глухоте и не об обыкновенной слепоте, а о некой глухоте и слепоте, которая является природным достоинством Сына Божьего. А посему глухота и слепота Вестника Господня призвана являться для нас подражанием и определением того, что в смерти Господа Иисуса Христа мы умерли для греха, и в его воскресенье стали жить для Бога. И чтобы получить право погрузиться в смерть Христа, мы умерли для своего народа, для своего дома и для ведущей роли своего ума и своих душевных желаний. А чтобы получить право совоскреснуть со Христом, а вернее облечься в его воскресенье, то есть в своего нового человека, мы обновили свое мышление духом своего ума, что дало нам возможность облечься в воскресенье Христово, то есть в своего сокровенного человека, который является производным воскресенья Христово и носителем этого воскресенья. На самом деле мы получаем спасение, воскресенье Иисуса Христа, которое является результатом его смерти. Если мы постоянно будем концентрироваться на смерти Господа Иисуса, как на факторе нашего спасения, мы будем постоянно идти в ложном направлении, потому что смерть Господа Иисуса не гарантирует нам спасение. А также, если мы будем уделять воскресенье, не будем уделять воскресенье особого внимания, то есть только один раз в году, воспринимая его как пасхальное воскресенье, то мы, скорее всего, утратим залог своего спасения. Именно эта однобокость используется врагом человеческих душ как одна из его самых лучших ловушек и капканов, в которую он улавливает спасенные души. Потому что, ну, говорится же постоянно о смерти, о смерти, и все время смотрите на смерть, и смотрите на смерть, и что смотрите, что смертью Господь сделал. Исходя из Писания, смерть и воскресенье Христа – это единое целое. Но с двумя различными целями и двумя различными функциями, которые друг без друга не работают. 1 Петра 3, 21 «Так и нас подобно сему образу крещения». Речь идет о смерти. Сему образу крещения, не плоской нечистоте мытья, но обещание Богу доброй совести спасает воскресенье Моисуса Христа. Обратили внимание? Спасение воскресенье Моисуса Христа, а не смертью. Далее, Римлянам 4, 25 «Который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего». Опять, мы получаем оправдание не в смерти Христа, а в воскресенье. Но все-таки, когда это одно целое, и когда оно нам проповедуется, как одно целое, а не делается все время доминанта на одно действие, а второе как бы приумалчивается и представляется только в неких вот таких маленьких афоризмах, где мы просто провозглашаем, называется провозглашение. Мы провозглашаем, не понимая, что мы провозглашаем и что в нем содержится. Нам надо раскрыть учение о воскресении, как совоскреснуть со Христом, как облечься в своего нового человека, как обновить свое мышление. Потому что, если мы все время будем говорить, как нам отложить прежний образ жизни ветхого человека, изливающего в областительных похотях, то дальше не пойдем, ведь цель отложить прежний образ жизни это только ради того, чтобы облечься в воскресении Христова. А посему взирать на глухоту и слепоту Христа, это взирать на Него, как на начальника и совершителя веры, в которой Он оправдывает нас и вводит нас в Царство Своего Отца. А такая возможность у нас может появиться только после того, когда мы свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас в грех и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще. То есть, наш путь. Евреям 12, 1, 2. Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас в грех и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежащей ему радости претерпел крест, пренебрегший по сравнению, и воссел одесную престола Божия. Мы должны смотреть целиком на то, как он погрузился в смерть, что он сделал, как он заплатил, и как он воскрес и воссел одесную престола Божия. Третья невидимая цель, на которую мы призваны смотреть, чтобы облечься в совершенство присущее нашему Богу, это наблюдать за непорочным и смотреть на праведного. Псалом 36, 37. Наблюдай за непорочным и смотри на праведного, ибо будущность такого человека есть и мир. То есть, когда мы будем наблюдать за таким человеком и смотреть на него, то мы обратимся в его образ, потому что в будущем его есть мир, и мы обратимся в образ этого человека, и наша будущность тоже будет миром. Апостол Павел воспроизводит эту мысль адресно, из которой следует, что мы можем наблюдать только за тем непорочным и только за тем праведным, который является нашим наставником. Посудите, как наблюдать за человеком, который живет в другом городе, а может быть в другой эпохе, или в другой стране, или же который посещает совершенно другое собрание. Как наблюдать за ним? Наблюдать за таким человеком невозможно. Вот как говорит апостол Павел, евреям 13, 7. Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и взирая на кончину их жизни, подражайте вере их. Учитывая судьбоносность и важность данной истины, апостол Павел приводил эту мысль также и в своих посланиях к церквам, находящимся в Коринфе и Филиппах. 1 Коринфянам 4, 16. «Посему умоляю вас, подражайте мне, как я Христу». Обратите у меня не адресное, подражайте мне, как я Христу. Послание в город Филиппы, к филиппийцам. 3 глава 17 стих. «Подражайте братья мне и смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас, то есть во мне и в моих помощниках». Однако, чтобы наблюдать за непорочным и смотреть на праведного, которого поставил над нами Бог, необходимо обладать двумя вещами. Первое. «Быть наставленным и просвещенным в сути учения Христова, чтобы иметь способность отличать добро от зла, то есть отличать человека, поставленного Богом, от человека, который поставил себя сам, или которого поставили мы или другие люди. Во-вторых, необходимо иметь способность видеть состояние сердца человека, которого поставил над нами Бог. Потому что непорочность и праведность определяются по внутреннему состоянию сердца, а не по внешнему виду, которое можно видеть только благодаря прозорливости, которым обладают праведники. То есть сердце можно видеть только благодаря прозорливости, которой обладают праведные. Притча 11.9. «Устами лицемер губит ближнего своего, но праведники прозорливостью спасаются». То есть вы скажете, неужели это возможно? Возможно. Если вы примете человека, которого поставил над вами Бог, Бог скажет вам в сердце, что именно он является тем человеком, за которым вам следует следовать. А потом после этого придет сатана и скажет вам, правду ли сказал вам Бог. А ведь все люди ошибаются. Посмотрите. И он начнет оговаривать этого человека и найдет людей, которые будут оговаривать, и приведет свидетелей тьму. И он будет оговаривать. И приведет вам свидетельство религиозных постановок. Он ходит не в том костюме, ездит не в той машине и живет не в том доме. То есть он сделает все, чтобы отбить вас от этого человека, потому что он прекрасно знает, что ваша вера и ваше спасение, оно связано в одну упряжку Богом с этим человеком. И если ему удастся вас отбить от этого человека, значит, ему удалось вас отбить от спасения и направить вас в погибель. Человек, поставивший себя в зависимости от ума Христова, обладает способностью видеть как нечистое сердце лицемера, так и чистое сердце своего наставника. Но так как народ израильский не имел в своем сердце ума Христова, который содержался для них в постановлениях, заповедях, ведь ум Христов содержится в постановлениях и заповедях, которые отсутствовали в их сердцах, в которых он призвал, чтобы они обрели там свою силу, чтобы давать им способность отвергать худое и принимать доброе. То в момент, когда им необходимо было сделать выбор между Христом и Варнавой, ой, Варравой, человекоубийцем, они выбрали человека-убийцу. А того, кто мог давровать им жизнь вечную, они повесили на позорном дереве. Бог Авраама, Исаака и Якова, Бог отцов наших прославил сына своего Иисуса, которого вы предали и от которого отреклись пред лицом Пилата, когда он полагал освободить его. Но вы от святого и праведного отреклись. И просили даровать вам человека-убийцу, а начальника жизни убили. Всего Бог воскресил из мертвых, чему мы свидетели. Тех людей, которых поставил Бог, вы можете убить вашей клеветой, вы можете сделать все, что угодно, но Бог их снова восставит и покажет, и они снова будут жить, и на них снова будет свежее помазание, которое будет отсутствовать на вас. А теперь слоним наши колена и будем молиться, и все желающие бросить вызов своему интеллекту, своим чувствам, которые говорят вам неверно, о том, кем является для вас Бог и что сделал для вас Бог. Вы можете прийти сюда и поклониться пред Господом, и отречься от того ведения, которое дает вам ваше чувство и ваш разум, и взять то ведение, которое сегодня и ранее предлагал вам Господь, чтобы избавиться от ветхого человека, избавиться от болезни и нищеты, позорящей нас перед этим миром и перед адом, и насмеяться, и постромить ад и смерть. Аминь. Будем молиться. Святой Дух на этом месте, чтобы помочь вам. Мы ждем вас. Я буду молиться вместе с вами вашей молитвой и прошу вас глубоко верить в то, что Бог за вас, Он не против вас. Он может прямо сейчас исполнить свое слово и в духовном измерении оборвать вашу зависимость от греха, от болезни, от позора и нищеты. Глаза закрыты, элемент тайной комнаты, ладони подняты к небесам, знак того, что вы готовы принять от Бога, что Он желает дать вам. Молитесь со мной, Небесный Отец. Во имя Иисуса Христа я прихожу к Тебе с моим грехом, с моим позором, с моими страхами, поруганной честью, попранным достоинством. Прошу Тебя, прости меня, омой меня, очисть меня, защити меня, сними мой позор. Я принимаю Твое слово, о котором Ты сказал, послал Слово Свое, и исцелил их, и избавил их, из могил их. Да буду исцелен по Слову Твоему, да буду избавлен из могилы, в которой я оказался, из-за моего невежества, моего непослушания. Я принимаю это слово, я открываю мое сердце, войди в него, и да буду исцелен пред лицом Твоим, великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Да благословит Тебя Господь, да презрит на Тебя светлым лицом Своим, и помилует Тебя, и додаст Тебе мир. Да падут вокруг Тебя тысячи, и десятки тысяч одесную Тебя, а к Тебе не приблизятся. Да придут все сии благословения на Тебя и на потомство Твое, и исполнится на Тебе, и весь народ да скажет Аминь. А теперь все вместе провозгласим наш неизменный манифест, могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok